Он был дружен с Вячеславом Зайцевым и встречался с Пьером Карденом. В 29 лет он стал главным конструктором самой крупной в Советском Союзе фабрики «Большевичка». А с началом перестройки одним из первых основал свое дело. Сегодня Борис Соколин живет и работает в Сергиевом Посаде. Мы встретились на фабрике и поговорили о жизни. Наша семья – это 52 человека. Из них 46 – портные. Это династия. Большая-большая династия. Дядя мой шил кителя для Сталина. И когда я поступил в училище на Краснодеревщика, приехал мой дядя, сказал, не нарушай традиции семейные и забрал меня в ПТУ. Потом было обучение в техникуме и институте, работа в ателье и мечта. Я поставил себе цель работать условно главным конструктором на самом большом предприятии страны. И я эту цель достиг. Мне было 29 лет, когда я стал главным конструктором на большевичке. Это огромное-огромное предприятие. Много тысяч, я не знаю, тысяч десять, наверное, работающих. Большое предприятие, огромное, с много филиалами. В 1984 году, когда только приоткрылся железный занавес, беспартийного Бориса Сокулина все же выпустили во Францию. Стажировка в компании «Вестра Юнион СА» и встреча с Пьером Карденом – тоже строки из жизни Бориса Сокулина. Знаком он был и с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Значит, Вячеслава Зайцева я знаю с 73-го года. Я работал у него в 89-м году директором дома модели. Его на проспекте Мира. Борис Сокулин – заслуженный изобретатель СССР. Его производство специализируется на изготовлении изделий из ПВХ-ткани, в том числе непромокаемой верхней детской одежды. Фабрика перебралась из Москвы в Сергеев Посад и сейчас отшитые на производстве изделия разъезжаются не только по разным городам России. Разговор с Борисом Сокулиным продолжим в рубрике «Портрет на фоне». Сегодня в 18.15. Продолжение следует...